К нашему эфиру присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Доброе утро. Денис, вот хотелось бы начать наш разговор с статьи в журнале Bild о успехах, в кавычках, российской армии за весь этот период так называемого наступления, потому что продвижение, как мы видим, очень сложно это назвать каким-либо наступлением. Вот, если начинать, ну, вот с северного направления, с Купенска, насколько важен этот плацдарм для защиты Донбасса и насколько справляются со своей задачей вооруженные силы Украины? Ну, прежде всего, когда мы говорим о публикации Bild, выводы о том, что наступление провалились, справилась, на мой взгляд, поспешно. Ну, хотя нам они приятны нашему услугу, но на мой взгляд они поспешно. То есть, если сейчас даже есть какой-то затишье, эти сообщения мы слышали, то оно может быть связано только с перегруппировкой. То есть, российская армия не оставила себе попыток наступать практически на всей восточной дуге, поэтому говорить о том, что их наступление полностью захлебнулось, я бы сейчас не стал. Это, во-первых. Во-вторых, с чем можно согласиться, это с тем, что поставлены задачи, которые были связаны с окружением Авдеевки, захватом Купенска, обходом Бахмута для того, чтобы ударить в тыл и во фланг нашим ребятам, которые находятся к югу. То можно еще раз повторить, что этот город важен для себя в логистических актах, там есть станция Купенска-Кузловой, и она была важна для российской армии для обеспечения снабжения тех армий, тех сил, которые они планируют бросить для того, чтобы обеспечить захват Донецкой области до обеспечения границ. Но поскольку они еще не захватили ни Бахмут, ни Авдеевку, то фактически о выходе к границе Донецкой области будет еще крайне рано, если вообще возможно. Денис, вы упомянули о том, что временное затишье может быть связано с перегруппировкой. Что это за перегруппировка? Она связана только с восточным плацдармом, либо речь идет о перемещении между войск Российской Федерации, между оккупированными территориями как востока, так и юга Украины? Ну, она может быть связана с восточным плацдармом, то есть какими путями они будут перебрасывать силы при выполнении своих войск, это другой вопрос. Но они не понесли потери, очевидно, просто сейчас нужно какое-то пополнение для того, чтобы возглавить действия по наступлению. О снарядах. О снарядах. Сейчас обозреватели говорят о том, что Россия в два раза, да, если я не ошибаюсь, то есть 10 тысяч снарядов в день используют в боевых действиях, что в два раза, да, получается, больше, чем использует украинская армия. И вот обозреватели как раз отмечают то, что сейчас вооруженные силы Украины больше надежд возлагают именно на FPV-дроны, на беспилотники. Насколько вот в данный период, я имею в виду морозы и так далее, эффективный такой вид вооружения, FPV-дроны? Ну, понимаете, морозы или жара, но на эффективность FPV-дронов, оно не играет, да, то есть в большой роли. Вопрос об эффективности этого вооружения последовательно со снарядами. Я уже объяснял, в том числе и в эфире вашего телеканала о том, что сранивать это очень трудно, потому что разрушительная мощь снарядов выше, да, чем у FPV-дронов. Хотя точность у FPV-дронов больше, чем у снарядов, это высокоточное оружие, но разрушительная мощь снаряда выше. Безусловно, стремление спасти к FPV-дроны в большей степени, чем снаряда, может быть, связано с тем, что мы снаряды начинаем экономить. Ввиду того, что сейчас задерживается помощь со стороны наших зарубежных партнеров, по понятным причинам, еще продолжается политическая дискуссия в Соединенных Штатах Америки по поводу предоставления нам финансовой помощи. И тем же, в общем-то, объясняется и более интенсивные обстрелы со стороны Российской Федерации. Плюс им еще поступает помощь Северной Кореи и очевидный заран. Но, в общем-то, всем это можно этим всем объяснить. Я уже приводил примеры перед Новым годом, в прошлом году, в конце прошлого года, появились фотографии траншей, которые Российская Федерация, российские солдаты перекрывали такими импровизированными укрытиями. Из профнастила, даже из пластика, из металла, они как раз были направлены на то, чтобы помешать использовать эти пивидроны, дроны-камикадзе и сброс, то есть дроны-бомбардировщик, которые сбрасывают от позиции вооруженной СССР, мины, воги, мелкие снаряды и так далее. Вот эти укрытия не помогают против сбросов, да, но они не помогут против снарядов. То есть любая минометная мина, а тем более артиллерийский снаряд, легко пробьет такое укрытие и выполнит свое назначение. Вот почему полностью их пивидроны стандартные боеприпасы соединить не могут. Денис, если говорить также о вот этой номенклатуре, да, новой вооружения Российской Федерации, северокорейские, те же самые ракеты, если брать во внимание последние обстрелы массированные, которые проводились в территории Украины. Я так понимаю, что эти ракеты могут быть интересны Российской Федерации, в том числе, что, я так понимаю, вот эти туб-бомбардировщики могут носить, они, в принципе, выполняют какую-то сейчас роль, то есть закрывают такую дырку в производстве российских ракет, которые потеряла, да, темп Российской Федерации за последний год. Объясните, пожалуйста, в чем тут смысл использования этих северокорейских ракет? Денис, вы нас слышите? Ну, если мы говорим о баллистических ракетах, потому что мы о них говорим, то бомбардировщики, кто-то у нас там здесь ни при чем. Это ракеты для наземных областей. Это оперативно-этические ракеты по системе земля-земля, они запускаются, то есть нужны наземные пусковые установки. Зачем они нужны? Ну, не только для того, чтобы там закрыть какие-то прорези, а им нужны для того, чтобы пополнить запасы баллистических ракет для Российской Федерации. Освоить для них это, очевидно, освоить этот вид вооружения для россиян будет нетрудно, поскольку мы слышали о том, что корейская баллистика – это, в общем-то, калька, клон Искандера, оперативно-этические ракеты Искандера Российской Федерации. Может быть, даже это лучший клон, то есть в данном случае копия может оказаться лучшим оригиналом на самом деле, то есть недооценивать возможности северо-корейской баллистики не стоит. Это такая темная лошака, которая может быть весьма опасна. А баллистика, она в любом своем исполнении сложна для того, чтобы ее сбить, а тем более, если это калька Искандера. То есть для этого нам нужны противобаллистические зенитно-ракетные системы, в частности ПЭТРО, которых у нас мало, и они прикрывают определенные участки украинской территории, среди таких определенных местах. И последний обстрел, который был один назад, показал, что сейчас россияне будут под тем территорием, которые больше придачут, больше средств такого гарантированного поражения, это лучше на самом деле. И в этом смысле северо-корейская баллистика представляет свою большую проблему. Российская пропаганда, к счастью, не может похвастаться какими-либо успехами, территориальными завоеваниями вдоль линии фронта. Единственное, о чем в последнее время громко говорили, это захват руин Марьинки. Насколько можно говорить, что на этом участке фронта был контролируемый отвод наших войск, и обвала фронта на этом участке нет? Обвала фронта на этом участке нет. Марьинка была захвачена почти после двух лет штурма. Фактически после начала вторжения Марьинка начала подвергаться атакам. Прошло 22 месяца, и россияне смогли подвергнуться на этом участке, преодолев там километр 3 или 4. А обвала фронта нет, потому что украинская была вынуждена уступить из-за того, что Марьинка была практически полностью разрушена, и цепляться там оставалось не за что. Ну, фактически защищать приходилось горы Щебня, не за что было зацепиться, негде было оборудовать защищенные позиции, поэтому для того, чтобы сохранить жизнь людей, было принято решение отступить. В общем-то, наше военно-политическое руководство объясняло причины отхода от Марьинки, и они достаточно убедительны и достаточно полны в этом отношении. Тут поспорящим. Несколько слов о ситуации на юге. Также стоит сказать, в течение нескольких месяцев украинские активисты АТЭШ регулярно фиксируют усилия армии РФ по подготовке к обороне Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении, так как российские оккупанты серьезно воспринимают возможность силы обороны Украины подойти к полуострову, и в течение месяцев партизаны фиксируют, как в Крыму создаются огневые точки, возводятся новые фортификационные сооружения, также укрепляются старые, создается так называемая терроборона, также усиливаются патрули, услышим прямую речь и вернемся к обсуждению. Окупанты всерьез воспринимают возможность силы обороны Украины подойти к полуострову. Лишь 65 километров отделяют их от цели. АТЭШ и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден. Из сообщения партизанского движения АТЭШ. То, что Крым будет освобожден, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Денис, если говорить об вот этих всех укреплениях, которые сейчас возводятся на временно оккупированной территории Крыма, это что? Все-таки это действительно какая-то серьезная военно-инженерная подготовка? Либо тут речь может больше идти, ну, как знаете, например, в Белгородской той же области. Списывали просто бюджет и построили такие псевдо-обронительные сооружения. Либо, допустим, власти оккупационные Крыма сейчас просто хотят таким образом крымчан и в Кремле руководство успокоить, что мы готовимся и тут все под контролем. Да нет, я думаю, это достаточно серьезная подготовка, равносильная тому, что было сделано на юге Запорожской области, что, в общем-то, помешало нам продвинуться вперед, когда мы там наступали летом прошлого года. Поэтому здесь нужно принимать во внимание те подготовительные фортификационные работы, которые Российская Федерация проводит на Кубинном полуострове, тем более, что начались до того, как вообще начались возводить укрепления на юге. Да, то есть масштабные укрепления Запорожской области. Поэтому это подготовка, и мы видим, что ни в Крыму оккупированном, ни власти оккупированного Крыма, говулятор оккупированного Крыма, ни в Кремле не сомневаются в том, что мы будем принимать попытки деоккупировать полуостров, очевидно же, в этом году. Тем более, что соответствующие заявления президента Владимира Зеленского прозвучают. Плюс еще ведется конкретные мероприятия по началу деоккупации Крыма. Мы видим, что наносятся удары по территории оккупированного полуострова, мы видим, что уничтожается инфраструктура, мы видим, что мы наносим удары по кораблям, по объектам Черноморского флота Российской Федерации, что мы его стараемся вытеснить из территории оккупированного Крыма. А Черноморский флот РФ является важным элементом обороны. Поэтому в России всерьез, в общем-то, относятся к тем заявлениям, которые звучали из Киева касательно будущих операций в Крыму. Но на сегодняшний день главная задача – отбить наступление Российской Федерации на Востоке. Перемолоть побольше их сил для того, чтобы подготовить, создать предпосылки для контрнаступательных операций в более, скажем так, благоприятное время года. Плюс мы еще, безусловно, ожидаем помощи от наших партнеров, потому что без этой помощи было бы очень трудно планировать любые наступательные действия. Давайте более детально остановимся на недавних ударах по военным объектам в оккупированном Крыму. Насколько это влияет на ситуацию, на возможности россиян контролировать ситуацию как на юге, как на плацдарме в районе Крымок, так и на возможность обстреливать Украину с территории Крыма? Не, ну, где Крым, где Крым? То есть, если мы говорим по поводу Крыма, то это одно. Там мы сейчас выбиваем их систему ПВО. А уничтожение системы ПВО радиолокационных возможностей повышает вероятность того, вероятность успешных ракетных ударов по территории Крыма. То есть, мы выбили их ПВО, мы создали дыры в системе противовоздушной обороны полуострова, и эти воспользовались, нанесли удары по наземным объектам, выбили их, и тем самым понизили оборонительный потенциал Крыма, либо уничтожили какие-то корабли, либо уничтожили какие-то предприятия, либо уничтожили логистику и так далее. Когда мы говорим о Крымках, то есть, то южным глазами, вы, очевидно, имеете в виду уничтожение самолетов, то есть, трех истребителей. Это событие случилось перед Новым годом. Да, это важно с точки зрения обороны, потому что эти самолеты были носителями корректируемых авиабомб. Но сейчас противники ищут возможности для того, чтобы возобновить свое преимущество в воздухе на этом участке фронта. Поэтому говорить о том, что это имело какое-то существенное значение, пока бы не стало, это было поспешно. Кратковременное значение, условно, имело. То есть, там, враг начал очень осторожно летать над этими участками. Но сейчас он ищет новые возможности, и поэтому нужно искать на это свои ответы. И если, опять же, говорить о возможностях противника и о том, что мы можем этому всему противопоставлять, украинская разведка получила сотню гигабайт секретных данных с российского предприятия «Специальный технологический центр». Находится оно под санкциями, напомню, с 2016 года еще. На его мощностях РФ производит военное оборудование, а также технику, которую используют в войне против Украины. В частности, БПЛА «Орлан» разных модификаций и целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Также другую военную продукцию. Массив информации, которой владеет ГУРМО Украины, содержит документацию с чертежами, техническими заданиями, патентами, программным обеспечением. По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять полтора миллиарда долларов. Денис, скажите, пожалуйста, это может каким-то образом отразиться на том, что сейчас происходит на фронте? Может, потому что «Орланы» доставляют массу проблем нашим войскам. Если «Орлан» в воздухе, тогда он доводит артиллерию, то есть артиллерия начинает бить по нашим позициям. Зачем артиллерии мы знаем сейчас? Это одно из самых распространенных дистанционных средств поражения у нас на фронте. Если удастся, понятно, как они производят «Орланы», удастся, понятно, как они производят системы электронной борьбы, системы контрабатарейной борьбы, это может иметь значение. То есть мы можем придумать меры противодействия либо придумать что-нибудь свое, которое было бы лучше, чем то, что сейчас делают Российские Федерации. Денис, в итоге нашего разговора я бы еще хотел поговорить о неком шевелении на территории Беларуси, в 40 километрах от украинской границы, в Гомельской области пытаются какую-то базу белорусские войска обустраивать. Не исключено, что там и российские военные присутствуют. Также мы говорили в последнее время об усилении ДРГ на северной границе. Какова сейчас там ситуация? Каковы потенциальные возможности что-либо серьезное, какую-то серьезную опасность представлять с той стороны для Украины? Насколько я понимаю, речь идет об этой базе. В первую очередь, Крипс должен быть завершена в этом году. А окончательно эта база должна быть завершена, стыльская база должна быть завершена в 27-м году. Но одна база мало что решает. Если появится, скажем так, цепочка подобных объектов, это будет опасно. Это первое. Второе. Что касательно чего-либо серьезного, подобного тому, что имело место быть 24 февраля после прошлого года, когда началось широкомасштабное вторжение. Но пока таких приготовлений там нет. То есть ситуация на северных лицах контролируемая. И в ближайшее время, скажем так, не предвидится. Хотя нет никаких гарантий, что это не может быть в будущем. Поэтому нужно готовиться к таким возможностям. Любой украинский регион находится под ударом, пока идет широкомасштабная война. Это нужно понимать. Однако наступление, округного наступления, ну пока ожидать не стоит. Вот среднесрочные перспективы. Мы сейчас говорим о среднесрочной перспективе. Почему? Потому что делать длительные прогнозы, делать неблагодарное. Что же касается ДРГ, обстрелов в нашей территории, с прифронтовых областей Российской Федерации, то да, такая опасность существует. И, в общем-то, это будет дальше продолжаться. Многочисленные были сообщения о прорыве ДРГ в нашу территорию, в северных областях Российской Федерации, в прише время Российской Федерации. Поэтому данная опасность присутствует. И я думаю, что наша команда не пущена. Денис, спасибо огромное за детальный анализ ситуации на фронте. Денис Попович, военный обозреватель, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok